И всем привет, с вами Wages of Seen, мой лучник Диагол. Сегодня мы продолжаем играть в Властелин колец онлайн. У нас продолжается празднество. Как я почитал на форуме, до 12 ноября данное празднество будет идти. Так что, в принципе, успеем. Серия у меня выходит с небольшим запозданием. Так что, скорее всего, последний день празднества будет намного позже, чем на самом деле он есть в игре. Но, не суть. Тут опять танцмейстер начал. Что я хотел сделать? Я хотел по-быстренькому пройти все квесты, уже особо не читая. Особо не читая квесты. Привет, привет. Можно тебя на два словечка? Получив награды. Просто можно, сказать, для себя пробежаться. Так. Что называется чердак? Короче, нам надо начальный чердак. А с чердака мы попадем в получу крыло, наверное, нет? Наверное, нет. Наверное, я уже перепутал. Но не суть важна. Да, я, кстати-таки, избавился от рейзеровской клавиатуры. Ну, как избавился? Убрал ее в сторону. Потому что все-таки то, как она... То, как она щелкала, меня очень напрягало. Поэтому пришлось от нее отказаться. Купил самую дешманскую клавиатуры по 400-800 рублей. Ну, если сравнивать с рейзеровской, а не дешманской. Потому что рейзеровская стоила 4,5 тысячи. И сейчас вы уже вряд ли услышите хоть какие-то отголоски шума от этой клавиатуры. Чему я на самом деле не сказал нарад. Потому что хоть рейзерская не механическая, особо много смысла в ней в итоге не увидел. Это, наверное, единственная вещь от рейзеров, в которой я разочаровался в итоге. Все остальное. Геймпад, наушники, все хорошо. Мышку? Нет, мышку я не брал. Брать я ее не хочу. Потому что я все-таки считаю, что у рейзеровской... Ну, единственное, может быть, нага есть смысл. Но, блин, вот эти 12 кнопок по боку, они меня немного смущают. Есть у меня поздравление, что не найду я применение всем этим 12 кнопкам. Хотя можно, конечно, с F1DF12 назначить все. Но ради только этого платить 4 или 5 тысяч, сколько оно... Сколько-то около того стоит. Не знаю. Не настолько я еще фанат рейзера. А в особенности... Еще раз повторюсь, клавиатуру, которая меня разочаровала, так что... Теперь и лишний раз задумаешь покупательные... Рейзеры для поискать что-то другое. Так, тем временем мы нашли все вещицы. День добрый! Далее у нас че? Не спеши! Чайку попьем? Прогулка уначале давайте. Привет-привет! Можно тебя на два словечка? Уже чтобы не помню. Но маршрут вы, в принципе, уже видите, да? То есть вот эти вот квестки, которые длинные. Нам надо вначале на чердак. На чердаке мы вещи тут поднимаем. Блин, тут иногда нацелиться очень сложно. Обновил, кстати, себе мышку тоже. До этого у меня была китайская за 300 рублей. Сейчас купил отечерскую аж за полторы штуки. Называется Тейл-8. Как-то она еще там называлась? Ну, честно, вообще по барабану как она называлась. Весьма удобная. Настройки тоже все при ней все можно делать. Пока нравится. А то пойдет больше, увидим. Насколько быстро у него сломается в основном колесико, это меня больше всего интересует. Мне кажется, у мышей это всегда самые сладые места для колеса. Либо скроллинг, либо нажать в третьей кнопке мыши. Хотя раньше реально было три кнопки у мыши. Сейчас заменили эту третью кнопку на скролл. Что тоже не может не радовать на самом деле. Так, а вот вещица здесь. по-моему, 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 вот тут она лежит. Я вот, кстати, за кадром еще не бегал. То есть, в принципе, со второго раза уже все более-менее запоминается. упоминается. Мы уже даже все нашли. У нас на все про все ушло две минутки. А, тьфу, блин, думаю, а как о чем классный денек? Можно тебя на минуточку? Пробежимся. Уже запутался, почему-то начал искать... О, на две износы дом идет. Начал искать вещицу в основном подвале. Хотя ее здесь отродясь не было. Ну, давай, давай, давай. Хорошо. Ну, дальше вы уже наверно сами помните куда. За секретную дверцу получим многое. А, единственное, что у меня в этой отеческой мыши немного не то, что поразило. Я, если честно, охренел от наглости самой конторы отечки. Ну, эту мышь стоит она нахер на секундочку полторы тысячи рублей. Я мог бы взять, блин, банальную за 200 рублей, но нет, я за это за полторы тысячи. Решил, что, ну, наверное, классная мышка, она того стоит. Установил программное обеспечение, которое шло с мышкой. Точнее, с мышкой, естественно, ничего не шло, мне пришлось заходить на сайт, скачивать. Ну, это нормально, в принципе, ничего такого страшного. Зашел, скачал. В итоге, в мышке есть несколько настроек. Первый настройка это для ММО всяких, то есть, таких вот неспешеньких игр. Вторая настройка это уже для FPS, то есть, всяких стрелялок, шутеров, онлайн-шутеров, ну и так далее. третий и четвертый настройки, они доступны мне в демо-режиме, и они, видите ли, покупаются. Представляете, настройка нахер для мыши покупается. Как поживаешь? Не жмясь за слово, ебануться на голову надо, чтобы еще и вот это продавать. Привет, привет. Ладно, в принципе, ничего страшного, там дается бесплатное использование. И одна из настроек гласит, типа, настройка хедшота, там все такое, а-ля что-то будете как бог стрелять, причем не уточняется в какой игре и какой бог хотел сказать, ну, не важно, в общем, не уточняется в какой игре, просто такой тест. И самое классное, чем мне посмешило дается, тысяча нахрен выстрелов. После тысячи выстрелов демонстрация заканчивается, и соответственно этот режим мы уже не можем использовать для мышки, нам его надо приобрести. Вот я, конечно, всякое уже повидал за свою жизнь, но чтобы за дополнительные настройки мыши брать деньги, это, ребята, вы уже совсем долбанули слагово. А, вторая настройка, даже не помню, что на втором... А, нет, помню, вторая настройка, она, точнее, четвертая, та была третья, это четвертая. Четвертая настройка идет, для... Батюшки! Сейчас попрошу, для, опять же, мамошек, что-то там она помогает, как-то она что-то там дополняет, что-то делает, но... не суть важна на самом деле, что она делает. В общем, прикол в другом. Она дается на тысячу минут, то есть в течение тысячи минут я там все это прожимаю, все смотрю, нравится, не нравится, все понравилось, все отлично, тысяча минут проходит, и персонная версия заканчивается. И вот, скажите мне, пожалуйста, вот нахера я купил мышь за полторы тысячи рублей, функционал которой я не могу раскрыть? То есть, меня это, конечно, разозлило, но из-за чего она не осталась, ну, просто на самом деле довольно удобная мышь, очень удобно сидит в руке. Ну и... В принципе, все равно мою китайскую надо было менять как-то на счетах, поэтому даже на нулевой функционал, точнее, на половину функционала этой аттеческой мыши я согласен, так сказать. То есть, я вот честно не понимаю, то есть, по сути, да, по сути на этой мыше четыре кнопки, но вот теперь я понять не могу, первые две отвечают понятно за депайки, а остальные должны были отвечать за... вот эти дополнительные настройки, то есть на мыше есть две клавиши, которые, нахер, ни хера не работают. То есть, я, получается, заплатил за половинный продукт. А, да, и самое интересное, активация вот этих вот двух... двух режимов, стоит 14 баксов. И сейчас, 42, допустим, возьмем доллар. То есть, это что у нас? 400... Короче, около 700 рублей еще сверху, должен нахер заплатить за чёрт, чёрт знаешь что. который неизвестно вообще пригодится ли мне, потому что я вот, допустим, испытал этот хедшот, там, помощь хедшотов, в пибериловодит, да, ни хера. А ты же просто не знаешь, что такое игра, и пибериловодит, и поэтому по бороде, так сказать, прокатали меня, и ничего в итоге я не получил от этого. Можно тебя на минуточку? То есть, да, саму мышь я, ну как, не могу, не то, чтобы сказать, советую, а да, ещё, самое, самое классное, есть фишечка такая, в которой предлагают протестировать отклик мыши, причём, отклик этой мыши мы должны скачать с сайта Атечевской, естественно, откуда же ещё, и предлагается сравнить нам две мыши, Рейзеровскую и Атечевскую. Вот, скажите мне, пожалуйста, какой уважающий себя производитель будет делать так, что его мышь будет выглядеть хуже, чем другая? Естественно, никакой. То есть, в итоге, даже скачав я эту приблуду с Атечи, и, не знаю, взяв, скорее всего, даже самую убогенькую мышь от Атечи, и параллельно с ней завести, там, не знаю, Рейзер Нага 2014 года, не знаю, вышла она или нет, может быть, 13, но, неважно. Как поживаешь? Естественно, херовая Атечевская мышка будет намного быстрее отлик, нежели у Рейзеровской, это, как пить дать, я вот наперед даже знаю. То есть, такой вот дурдом. Я не знаю, либо производители Атечи реально дебилы, либо, либо я что-то в этой жизни не понимаю. если меня поздравить, что все-таки первое. Вот, собственно, так сказать, наболело. Ага, сейчас страшно, один крылья совсем забыл. Тем временем, мы уже почти закончили все квесты. У нас прошло всего 12 минут, жалко. Я думал, это растянется мне одна дольше. Не из-за того, что я хочу это все на сервере растянуть, я просто хочу... Ой, а что я сделал-то? Я просто хотел, чтобы... чтобы, чтобы, чтобы... чтобы мы второй танец успели сделать. Я... именно станциями хотел показать, что там есть. Ну, в принципе, ладно, принципиально успеем, не успеем. на паузу, в крайнем случае, поставлю, как всегда. Кстати, похоже, надо ввести какой-то блокнотик, потому что я опять, нахрен, забыл команду, как назначается на определенную клавишу что-то. Так. Как поживаешь? Ну, у нас, кстати, появился... появился... загадка, что-то я пропустил. Значит, может быть, все-таки у нас... Блин. Нам не упустить. Так, ну, я начал тогда снимать, танцмейстер начал только показывать, соответственно... тест на время у нас пока еще есть. Будем ориентироваться на танцмейстера. Еще один ход избит. бедолага. Бедолага. Странная клавиатура от Defender. Здесь, как на таких топовых игровых клавишах клавиши VAST выделены ну, и другим цветом, и немного фактура другая. То есть, все клавиши, они как бы немного утоплены, а эти наоборот выпеченные. Долго очень искал бесшумную аппаратуру, в итоге зашел в магазинчик, купил сразу две. Продавку сказал, типа на кассе посмотрю, если что. Если не понравится ни одна, то соответственно ни одну не возьму, либо какую-то одну и начал смотреть, понравились более-менее тихие, но вот сейчас я уже понимаю, что видим вот это все-таки немного потише. Так, белое дерево. Так, получше крыло. Ой, да-да-да-да-да-да, теперь да. все все потерялся подвал, чтудак. Хорошо, тут вход в другом месте не получит крыло. видимо, какой-то другой хаб, не знаю, зачем они так сделали. Монеты пчела синяя. Ну, сделали и сделали. Так, дальше, дальше, кошмарное крыло. Ладно. по загадкам-то я уже не помню. Короче, вот оранжевый сразу сбухая. Понятно, белая была, синяя была. Так, и не суда нам. нижний этаж подошли. Так, ну, а тут оранжевое по-моему. Синяя, значит. О, почти угадали, что. У нас в 2 минуты за 2 минуты ты можешь точно успеем выбраться. Не так уж это прозвище «Неупротивый дух, вы достигли 17 уровней, не потерпев ни одного поражения в бою». Видите, какой прикол тут еще дается. По-моему, сама максимальная за 25 уровень в итоге мне дастся. В общем, умирать здесь не круто. потому что этих прозвищ не дадут. Так, 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 ну, что, давайте к танцмейстеру пойдем, потом сделаем квест трактира на лиге. Не спеши, чейку пойдем. там, наверное, завершим серию. Следующая серия уже все, побежим дальше. Нам тут делать более нечего. Все квесты я показал, какие тут были. Ну, еще мимо сделаем. Ладно, ухожу на паузу. Да, кстати, давайте я вам покажу насчет прозвищ «Неумирание». Сама смотрительность, если 5 уровень достигли, не едины царапины, 14-е, ни единого поражения, 10-й уровень и «Неукротимый дух», 17-й уровень. Еще 25-й уровень будет, но я, к сожалению, уже не помню, как он называется. Будет видно. Ладно, тем временем ждем танцмейстера. Ухожу опять на паузу. Ну, можно было на паузу не уходить. Глядишь, чем-нибудь бы забил. Ожидание. Все. Первая. Первая. А. Так, ну что я могу сказать? Просрали мы. Почему просрали? Потому что надо было выделить обязательно этого танцмейстера и только тогда мы исполнили по фигуру. Ладно, хрен с ним. В любом случае видели, как это делается. 20 минут еще ждать мне вообще не климатичка. Можно тебя на минуточку? Так, найти ценное вино, не уронить бутылку. Хр, что? Осторожно, я вино уроню. Ой, даже его уже выпила. Вот жалость-то. Я ведь хотела отнести его трактирную лигу, чтобы все такую редкость распробовали, чтобы все такую редкость распробовали. Но слишком устала, видать, набегалась, очень пить захотелось. Как головато кружится. Сейчас я туда за новой бутылкой спуститься уже не могу, а их там много было, я точно помню. Надо только поискать. О, а сходи-ка ты за ним. Уж трактирная лига это вино оценит по достоинству, а я вздремну немного, пока ты ходить туда-сюда будешь. Найти ценное вино. Давайте, давайте, давайте попробуем на чердак, как всегда в начале. Стандартный путь. Блин, повезло. Это восхитительное вино из личного погреба Бильбо, само по себе сокровище. Зачем я его пью? А, все, я его несу теперь. О, наш знакомый проснулся. Черт, если вы нас тормозить так будете, мы не успеем. Надеюсь, нести надо именно для того нпс-сихи. Вы нашли вино, вкусное, старинное, главное, не уроните его. День добрый. Превосходно, отлично, Диагол. Не возражаешься, я еще бокальчик выпью, а уж потом доставлю бутылку в трактирную лигу. Ну, конечно, че. Именно для этого мы его несли. Да, кстати, заметьте, тут есть фракции, и, допустим, трактирная лига, и братство Эль, блин, трактирная лига, братство Эля, да, все правильно. Они вроде как между собой конфликтуют, и в итоге вот я сейчас получу 900 репутаций у трактирной лиги, но отниму 500 репутаций у любителя Эля. Но, тем не менее, ну, на самом деле, это фермер. Я чуть не понял, за что я получил. Достигли чужак братства любителя Эля. Что-то мне дало, а что я не понял. Чего-то, чего-то дохрена мне дало. На самом деле, братство любителя Эля вот здесь вот сидит, мужичок. Но пока я не пройду основной их квест посвящения, мне, по идее, ничего не будет доступно. Давайте занырнем в бочку с яблоками. Так, опять бочка с яблоками правильная левая. Опять маленькое яблоко да что ж такое. За яблоками я нырял за кадром. Тебе что-нибудь подсказать? Честно, мало чудельно выпало. Да, Трактирная лига мы можем еще раз продвижаться. Не спеши, чайку попьем? Широ, ну че так-то что за славный денек? Я думаю не стоит. Так, Трактирная лига. День добрый, чем могу помочь? Три странички всяких всяких украшательств. Ну, в принципе, до какого там ноября я говорил, я думаю, мы успеем еще все натягать, тем более, что я уже задействовал всех остальных своих персонажей, так что натягаем точно. Черпак ночного странника. Знаю, что за черпак. Так, что это такое у нас? Репутация изменилась, я теперь чужак, фактирная лиги, я знакомый. Так, че? Че-че-че-че-че-че-че? Че мы еще не сделали? Странно. Мим еще не откатился. Че, он 24 часа, что ли, откатывается? Танцмейстер, ты нехороший вообще хоббит. Ладно, что, давайте на этом завершим. Вот, собственно, по-быстрому пробежали. А, как, нет, не завершим, сейчас пробежимся. Пробежимся мы по потайному этажу и посмотрим, что нам выпадет. Заодно, может быть, покажу че недельное. Дващик, мне уже один выпал. Еще там что-то на других персонажах выпадало. На самом деле, самое ценное, это вот основной сундук, который в подвале, где вот бочки раздвигаются. Там самое отдельное всего лежит. Тут либо знаки выпадают, которые я вам показывал в доме у меня, либо жетоны. Очень-очень маленькая вероятна, что здесь выпадет тот же самый скакон. Он там чуть ли не наливающий. Но есть. квесты. Тут мы ляжем, да? Ладно, давайте на этом серию завершим. Я вам показал, в принципе, как быстренько можно пробежать все квесты, которые тут есть. единственное, не показал любителей Эля, потому что я не помню, где у них основной квест начинается. Скорее всего, он в ротах Торина, но тем не менее. Ладно, на этом завершаем серию. С вами был Вейшер Син. Всем спасибо за просмотр. Это была игра Властелин колец онлайн. И всем пока! Субтитры Син.